Задолго до призыва на службу в ряды Вооруженных сил России, будущие защитники Отечества начинают готовиться к этому важному событию. Им, конечно же, пригодятся соревнования по военно-прикладным видам спорта. Для ребят это настоящая школа воспитания характера, укрепления физической формы и совершенствования воинской выучки. Открытые соревнования по военно-прикладным видам спорта среди допризывной молодежи Краснодарского края с названием «Служить России суждено тебе и мне», которые прошли в спортивном комплексе «Лидер», уже стали традиционными. 19 команд из четырех муниципальных образований Кубани прибыли сюда, чтобы побороться за лидерство и пообщаться со сверстниками. Торжественное открытие соревнований началось со вноса знамен России Краснодарского края и Славянского района. Начальник управления по делам молодежи Славянского района Олег Смольников приветствовал участников состязаний, пожелав им успешного выступления. Нам очень приятно, что наш город, наше соревнование посещает много различных краевят из других районов. Ну и самое главное, что в Славянском районе живет прекрасная молодежь. Сегодняшнее мероприятие – знак того, что когда мы вместе, в единой большой силе беремся за какое-то дело, и это дело у нас получается. Сегодня и управление по делам молодежи. Сегодня управление по физической культуре и спорту предоставлено прекрасное помещение для того, чтобы вам было комфортно принимать участие в соревнованиях. Председатель Славянского районного совета ветеранов войны и труда Вячеслав Салмин отметил, что подготовка к военной службе очень важна. Во всем муниципальных образованиям края проводятся эти значимые мероприятия. Мероприятия посвящены подготовке к военносту. Мероприятия, где мы вспоминаем тех ребят, которые сегодня выполняют свой бой с видом. Мы вспоминаем тех, кто, не считая своей жизнью, защитил мир от фашистской чумы. Мы вспоминаем тех, кто отдал свои жизни на поля сражения. Для участников соревнований они служат отличной школой воспитания характера и укрепления физической формы. У нас все дружные и мы считаем всех наравне. У нас очень сильные команды по каждому виду. Мы думаем, что займем призовое место. Команды прибыли сюда, чтобы побороться за победу и пообщаться со сверстниками. Мы особенно разбирали автомат, собирали и костюм. Но когда мы приехали, у нас были положительные эмоции. Показать, что мы можем, мы вот и показали себя. Ребята проводили сборку и разборку автомата Калашникова, снаряжали автоматный магазин патронами, стреляли из пневматической винтовки, прыгали в длину с места, надевали общевойсковой защитный комплект в виде плаща. Они, конечно, очень старались и действовали в полную силу. Без командной работы, без слаженности, без веры друг в друга невозможно победить в таких соревнованиях. Мы работали очень быстро. Когда первый раз приходишь на тренировку, сразу начинаем учиться делать разные виды. Например, автоматы, разборка-сборка автомата, снаряжение магазина. Также не упускаем из виду и силовые дисциплины. После комплексной военизированной эстафеты были подведены итоги. Бесспорными лидерами соревнований стали представители Петровского военно-патриотического клуба «Будущий воин». На втором месте команда из Славянского электротехнологического техникума. И замыкают тройку призеров, также петровчане, команда из 29-й школы. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин. Программа «События».